Здесь на выставке мы видим разные товары, образцы и сэмплы, но Николай пока смог нас удивить, потому что Николай пришел не с пустыми руками, он принес с собой замороженный сок березовый. Николай, рассказывайте, почему именно такая технология используется в производстве? Мы выбрали заморозку в качестве консервации для того, чтобы не добавлять туда никаких элементов дополнительных, ни сахара, ни подсластителей, ни консервантов, ничего. Таким образом, натуральность продукта, она сохраняется до 87%. То есть и сейчас, так как очень модно следить за своим здоровьем, этот продукт как нельзя кстати. И сейчас очень быстро продвигается этот продукт, потому что все больше и больше людей стремится к здоровому образу жизни. Очень большое количество спортсменов обращает внимание на этот продукт. Сейчас очень много появилось таких знаменитых, допустим, поваров, которые говорят, что на березовом соке очень вкусно варить. Сейчас большое количество рецептов каш делают именно на березовом соке, да, на самом деле. Вот это вкратце. Ну и плюс ко всему прочему, это самый первый продукт из леса. И это очень полезный продукт. Его можно пить вместо воды, у него нет противопоказаний. Хотя он сладкий. А сладкий не за счет того, что там сахар, а там фруктоза. Это натуральная фруктоза, которая очень хорошо усваивается. Как вообще посетители выставки PeterFood реагируют на ваши предложения, проявляют ли они интерес? Ну, вы знаете, я даже на самом деле не ожидал такого ажиотажа. Я привез всего 200 литров и думал за три дня с горем пополам как-то его там продать, раздать. Но на данный момент у меня осталось столько, что я боюсь, что завтра не с чем будет выходить. То есть я, наверное, с буклетами буду стоять, понимаете. То есть на самом деле даже здесь, хотя большое количество людей здесь ходит не только визиторов, а тех, кто с параллельных соседских мест, они приходят, проявляют интерес и привозят ко мне еще других. Говорят, вот посмотри, березовый сок натуральный. Раньше к березовому соку относились как-то, ну как просто, да, это продукт простой. То есть не обращали внимания. А сейчас из-за того, что натуральность, она в тренде, очень хорошо пользуется спросом. Сколько контактов нужно заключить здесь, по вашему мнению, чтобы выставка прошла эффективно? Ну, вы знаете, я с Дальнего Востока, у нас там как бы очень серьезные относительно ваших сетей конкуренты, это китайцы. Я боюсь, что если мы сейчас здесь не заключим какой-то контракт, мы можем исчезнуть с российского рынка, потому что мы единственные производители в России такого продукта. А китайцы очень сильно как бы сейчас, ну прям идут к нам на рынок, особенно на Дальневосточный, берут все натуральные продукты. Они строят там хаб такой серьезный, там очень большие там объемы. Ну, тогда от себя я хочу пожелать, чтобы здесь выставка пришла для вас эффективно, чтобы потенциальные пользователи и закупщики обратили на ваш продукт внимание. И, конечно, мы с большим удовольствием будем пристально следить за тем, как развивается судьба березового сока замороженного. Подписывайтесь в Инстаграме, подписывайтесь в Инстаграме на наш канал Березосок и отслеживайте наши новости. Будем следить.